Привет, мои хорошие! С вами Селена Свэй, и сегодня у нас будет укладка без утюжка. Я покажу, как быстро и легко я укладываю свои волосы, выравниваю их, и всегда это, в принципе, работает. Я думаю, что так сможет каждый. Я даже покажу сейчас, что у меня не всё идеально с укладочными приспособами, но, в общем, то есть в любых условиях вы сможете выравнивать себе волосы. Я сейчас вышла только из душа. Сразу покажу, чем я ухаживаю за своими волосами, потому что очень часто мне пишут, Селена, что у тебя за уход за волосами, они так блестят, и так далее. В принципе, у меня сами неплохие волосы, сколько я их уже отравила и мучила, они у меня остаются всё равно хорошими. Сейчас я помыла волосы, шампунь и бальзам, который убирает желтизну от Эстель в синей такой упаковке. А также после мытья я всегда, когда помою голову, я всегда одеваю полотенце и хожу какое-то время, мне вот даже час было бы замечательно походить, чтобы всё хорошо впиталось, и я отдохнула после мытья головы, потому что, не знаю почему, но я очень сильно устаю, когда мою голову. Ой, интересно, многие так. И одна я устаю от этого. После того, как я помыла голову, после того, как прошёл час, я с ней походила, я обязательно сбрызгиваю всё спреем. У меня до этого был Фаберлик. Сейчас я купила свой любимый даб, и нравится он мне тем, что это для лёгкого расчёсывания волос, также вот там восстановление интенсивное, кончики не секутся, и не надо смывать, что самое главное, и запах. Я уже говорила, что однажды подарила мне подружка такой, и после этого я вот его помню, и ничего лучше я ещё не находила. Всё меня не удовлетворяет. Я сбрызгиваю свои локоны, вот так разделяю на две части их, как следует. Я не жалею никогда спрея, не экономлю на себе. Но опять же, не так много делаю, чтобы не утяжелять волосы. Потом всё назад, ещё, и отдельно на кончики. Благодаря этому спрею волосы действительно хорошо и легко расчёсываются. Где наши расчёски? Дыня тут помогала от мамы, как всегда. Я предпочитаю расчёсывать мокрые волосы, раньше я этого не делала, когда была маленькая. Мне говорили, ну и вообще мои волосы нельзя было расчесать, и вот такими всеми средствами я не пользовалась. Сейчас же я пользуюсь всеми этими средствами, поэтому я предпочитаю расчесать волосы перед тем, как их сушить. Я не делаю это так, чтобы прям прочёс конкретный такой, я просто мягенько их расчесываю для того, чтобы не было запутанности. Благодаря средству, да, всё это легко прочесывается. Всё, я легко их причесала, теперь я включаю фен. Фен у меня вот такой, вот Polaris, я покупала 2000 вольт, достаточно, в принципе, для домашнего использования. И единственное, что мой малыш потерял вот эту вот классную штуку, которой я вытягивала волосы, но я вам покажу, как можно и так вытягивать волосы прекрасно. Поэтому включаем, и для начала мы просто просушим волосы. Просушиваю волосы, я всегда фен держу сверху вниз, для того, чтобы во время сушки волосы не торчали в разные стороны, потому что всё равно поток воздуха направляется на волосы, и они уже фиксируются. Поэтому я всегда держу фен сверху вниз, для того, чтобы мои волосы и все всякие там чешуйки сразу укладывались вниз. После того, как я немного высушила свои волосы, я беру Гаринге Фрукис масло для кончиках волос. Я предпочитаю, конечно, шварцков, но надо это выпользовать уже. Делаю всего лишь два, два или один можно клик. Очень бюджетное масло, на самом деле, оно стоит 300 с чем-то рублей, или нет, нет, оно не стоит 300, оно стоит 169 рублей, и его очень надолго хватает. Я вот так распределяю по рукам всё это, и прям вот кончики на более-менее высушенные волосы я делаю. Но только кончики. Масло мне это нравится тем, что когда его даже на сухие волосы сделать, ну, на такие влажные немножечко, и потом посушить всё это, то они, ну, не такие, не становятся жирными, как если бы это сделать обычным маслом каким-то. То есть это такое специальное масло, которое не оставляет жирности волос за собой. И без него не обходится ни одно моё мутьё головы без масла и спрея. Всё. Теперь немного расчесать кончики, чтобы масло ещё лучше распределилось. И продолжаем сушить. Для того, чтобы на голове сохранился объём, я переворачиваю голову вверх ногами, и фен направляю точно так же с корней вниз, только для того, чтобы был объёмчик. Теперь наши волосы, но, на, но. Теперь наши волосы наполовину уже сухие, и мы можем приступать к выравниванию. Для начала самый простой способ, нам понадобится круглая расчёска. Я буду использовать вот такую круглую браш, она мне очень нравится, она у меня уже 300 лет в обед, и она качественная. Я уже не помню фирму, которую покупала. Оливия Гарден написано. В общем, она неубиваемая, эта расчёска. Турмалин браш. И первое, что я делаю, это просто я беру лук. Какой-то необязательно большой. Расчёсываю его. И направляю поток воздуха опять же сверху вниз. Раньше, когда у меня была здесь такая штука, я прям плотно прижимала всё это. Но так как у меня это потерялось, я теперь просто делаю это немножко на расстоянии. Как вы видите, мой локон вытянулся. Даже когда у меня нет этой круглой расчёски, я могу это делать с помощью обычной расчёски. Я вам покажу, как я это делаю. Берём прядку. Точно так же расчёсываем. Ставим вот так вот её. И все те же самые манипуляции. Как видите, наш локон прямой. Для того, чтобы сохранить более-менее объём у корней нашей головы, я использую только переворачивание головы. И в принципе, меня это устраивает. Если мне нужен более большой объём, то я использую гофре. Кстати, скоро хочу сделать видео. Всю голову в гофре. И покажу вам ещё один из способов суперпростой вкладки за 3 минуты. И вы будете уже красоткой. Итак, я одну сторону вообще вытяну сейчас на браш, а вторую сторону вытяну на обычную расчёску. И вы посмотрите, есть ли разница. И, кстати, я беру не всегда всё по локонам. То есть я вытянула вот эти передние пряди. Остальные пряди я просто вот так вот подвожу расчёску под волосы. И всё. И начинаю направлять воздух. Одна сторона готова. Теперь вторая. Вот я выровняла вторую сторону волос. И также потом я переворачиваю волосы. И ещё провожу тоже расчёска. И сверху вниз это тоже всё укладываю в расчёск. В общем, я немного показала, как я это делаю с перевёрнутой головой, но судьбы... Потом я всё расчёсываю. И вот что у нас получается. Вот что у нас получилось. Вот такая красота. И, как вы видите, я делаю это очень просто. Без бутюшков. Фен и любая расчёска. И даже неполноценный фен. Всё, мои хорошие. Надеюсь, моё видео было полезным и интересным. Попробуйте все эти способы. На самом деле, всё это удобнее делать расчёской браш, круглой. Поэтому, если вы планируете так выравнивать волосы постоянно, то я рекомендую вам её приобрести обязательно как можно больше. Ну, в среднюю. Ну, не мелкую, в общем, это к тому. И ещё, мне кажется, что таким способом волосы менее травмируются, нежели если бы мы вытягивали всё это утюжком. Ещё удобство в том, что это можно сделать быстро. Всё равно вы будете сушить волосы. Просто их нужно правильно сушить. А утюжком, когда выравнивается, это всё равно нужно высушить волосы. Они должны быть супер-мега сухие. То есть, как следует их нужно высушить. И потом брать тоненькие прядки. И каждую выравнивать. То есть, это травмируется волос намного сильнее. И плюс занимает времени намного больше. Всё, мои хорошие. Я была с вами рада провести время и выровнять свои волосики. А сейчас с вами обращаюсь до следующего видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok